В втором сезоне Ринч продолжает видеться русские истории, но история эта начинает разветвляться. Примерно так, как описал уже на родной офис, вы остановили сам разветвляющийся тропинку. Тропинки истории вируси. Тропинки истории припитал все более яркий мистический оттенок, хотя все еще разделенный, но уже на таком гнастическом уровне, на сторону добра и сторону зла. Иду и другое начинают умножаться. Хочется вспомнить таких персонажей Черного Вигвана как Великан, как Карм, который оказывается не черной, как рукой одного из злодеев, в таком же мистическом смысле. Кричит об одноруком майке, соратники Боба, воплощающего в себе все зло Черного Вигвана. У Кейс-Полу появляется убежавший из сумасшедшего дома агент Умином Первым. И вот в этом все более плотном сплетении лишь вложаясь в своем основании. Каждый шаг его становится все более и более неопределенным, соответственно, все более неопределенными, все более зыбкими и неоднозначными оказываются и действия героя. Казалось бы, явный убийца Жак и Нодрук оказывается, причем своих злодеяне, не убийцы вовсе. Они эти преступления ведут к отцу Глора Павловны, Лиловы Павловны. Ну а они, Лиловы Павловны и Уиндовы Эльны, оказываются в конечном итоге не более чем марионетками Боба, которые используют их подсолненные перчатки. Временное воплощение. Все более рваное повествование, вспышки, переносы сюжета из сна обратно, из реальности видения, как появление в неожиданных моментах, гумбинационных моментах великана и лекарника, который продолжал говорить о том, что все, что происходило, то и происходит. И вот в этом пространстве все в итоге сужается в финальной точке, в которой должно было уже склеснуться абсолютное зло с абсолютным добро, и Плин сделает следующий шаг. Абсолютное зло обладевает абсолютным добро, и агент Купер раздваивался. Одержимый Бобом или бубликат агента Купера выходит из черного битвана в повседневную реальность в инфекции, а изначальный агент Купер, впрочем, и тут уже стоит вопрос об изначальности, оказывается в заточении битвами на целых четверть века. Как известно, после завершения сезона, например, в газете «Неокса» написалось, что это единственный сериал, который имеет мозги. Называется «Даллас с мозгами». Ну, а наиболее фанатичные поклонники, их достаточно много, фактически не сговаривая, садили майк, на которой было написано «I will kill Ben» что, в принципе, неудрено, поскольку все их надежды ухнули, они ведь ожидали увидеть так или иначе «Бен», но они его не увидели. Через некоторое время 90-х годов Берридж Линд снимает, сурово приквел событий, которые происходили в анкете «Интыс» под названием «Интыс. Огонь идти за голову», который, следуя советам средневековых алхимиков, объясняет неясное через еще более 11. Вопросов после этого фильма стало намного больше. «И тут Линч замолкает, и, вроде бы, туманно обещая, что, скорее всего, возвратятся к «Интексу» он не будет, на многие годы удаляется создание генеральных фильмов, его должен. Самого последнего – это внутренний империя, в которой случилась, вроде, кульминация непонятного и нелогического, который не понравился практически ни одному из кинокритиков, я уже не говорю про зрителей. Но вот, в 2014, даже, пожалуй, в 2016 года, стало подсачиваться, информация о том, что Линд собирается снимать третий сезон. Частично это относили к известной центричности Линча, частично это полагали очередной мистификацией, но так или иначе сериал был выпущен. И вот в нем, наконец, Линч, лишенный диктата продюсеров, лишенный необходимости нравиться зрителям, и в максимальной степени фанатам сериала. А фанатами сериала, правда, являются те, кто не понимает в этом сериале ровным счетом ничего или даже более чем ничего. Так вот, этот сериал Линч. И сразу же, буквально с первых камер, он выбил последние опоры из ног все еще живых зрителей Линча, живых его поклонников. Линч обрушил принцип истории, что любое повествование, любая цепь событий в итоге должна иметь обобщающий и искупляющий финал. Линч обрушил идею добра и зла, и, соответственно, выбора между ними. И самое главное, Линч обрушил принцип свободы воли, которые в совокупности и составляют собой культурную среду, из которой произрастает западная цивилизация. Я имею в виду не только то, что большую часть времени агент Купер, появившийся на экране, проводит в качестве овоща. Ну, практически он оказывается неуменяемым и способным только очень неловко копировать человеческие жесты и человеческие слова. И говорю не о том, что умеет и продолжает действовать. Второй темный двойник агента Купера, агент Купер, длиненный бобом из черного бекла. Сюжет Линча практически полностью повторяет схему, вернее, ее отсутствие внутренней империи. Он прибирается абсолютно разрозненную, причем цепью разрозненных событий, не имеющих прямых логических отсылок к сюжету. Агент Купер, длинный бобом из черного бекла, даже к сюжету развития нового.